И в прибавлении ко всему этому унынию, в одной из знойных, как в печке черных ночей, Даша увидела сон. Тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка с запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала. «Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной задхлости. И потом, я не помню, писала ли я тебе, меня вот уже несколько дней преследует один человек. Выхожу из дому, он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте в большом магазине, он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку, и вдруг чувствую, точно мне провели рукой по спине. Оборачиваюсь. Неподалеку сидит он. Худой, черный, с сильной проседью, борода точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами около меня ходит. Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за гостетой сказал, между прочим, кошка, поезжай в Крым. Зачем? Разыщи этого, Николай Иванович, и скажи ему, что он разине. Пускай отправляется в Париж к жене. А, впрочем, как хочет, это их частное дело. Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась. Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развивающийся на голове шарф. И чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей. Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова